Ну, значит, я хочу представить слово нашему участнику, члену Милиферка, участнику национального движения Асану Хуршутову. Асан, ага. Ты не по алфавиту начал? Ну, Асан, ага, по старше уважению. Это у нас, знаете, это у нас разведка была, братцы. Поэтому у нас так немного, разведчиков много не бывает. Мы провели такой подъем во всех отношениях, совместный. Совместный подъем на Чаттердах, это означает, что мы матрицу создаем такую, в более общем плане. Потому что нам вместе предстоит брать вершины сакральные, политические, геополитические. Нам надо быть вместе, не только на вершине Чаттердага. Нам надо быть вместе и в будущем. И если хорошо поглянемся, почистим память, мы видим, что в прошлом мы больше были вместе. И когда это было, мы побеждали. А побеждали мы всегда вместе. А когда нас начали разделять, мы начали проигрывать. Я говорю о великой нашей стране. Русские и татары, татары, тюрко-татары, это те две неразрывные части, без которых великой страны нет. Даже такая ключевая фигура русской истории, с которой даже определенные исследования, тот же Гумилев это, кстати, отмечал, Александр Невский. В его жилах и кровь славянская, и кровь тюркская, и т.д. и т.п. Плоть до Казмииминина и дальше, и дальше. Да и тот же Денис Давыдов, кстати, великий партизан Отечественной войны. У него даже есть пара стихотворений, где он своих ордынских предков вспоминает, кстати сказать. Его предок был основатель рода Давыдов Менчак Касаевич из Орды. И о таких были тысячи. И благодаря им тогда, лет 800 назад, вот та Россия сплавилась. И на Западе прекрасно знают, а мы, нас тут друг друга пытаются зомбировать и стравливать. Ты это, а я это. А те, они прекрасно знают, что мы одно и то же. Вот. Теперь мы это должны осознать с точки зрения позитивной. Мы одно неразрывное целое. Россия это наследница великой империи, которая была до этого. Тартария, говорят, Мегалион. Великая Тартария. А татары это, там есть сакральные переводы. Не будем сейчас в это вдаваться. В любом случае, имя татарское это славное имя. И оно русским принадлежит не в меньшей степени, чем татарам. И слава России, она не только слава русских, это слава и татар. Это наша общая страна в прошлом. Это наша общая страна, слава Господу, аль-хамду лилля. Это первая наша весна, когда мы снова вместе. Вот. Мы это чаяли многие годы, когда союз еще был жив. Национальное движение достигло замечательных успехов. Ровно поколение назад, 25 лет назад, Верховный Совет СССР принял судьбоносные решения. Но! В этом была и драма, и трагедия. Одновременно союз повели под откос. И мы на целое поколение попали в эти инфернальные круги украинского унитаризма. И 23 года они делали вид. Ну, к чему привело, знаем. Кстати, национальное движение еще в 98-м году, была 53-я встреча. Четко было сказано открыто, с открытым забралом, что украинский унитаризм – это недруг нашего народа. Это недруг всех народов. И это тупик. В таком виде Украина не состоится. Оно подтвердилось. Мы любим Украину. Потому что Украина – это и наша страна. Потому что Украина – это часть нашей империи. Было время, когда был Великий Тюркский Эль, был Великий Каганат Украина. И город Киев, кстати, по-тюркски называется Башту. Вот. Здесь был и Великий Булгарский Каганат на просторах Украины. Это все наше вместе, опять же. Вот. И поэтому, что идет битва за Украину? Это битва, в которой ставки такие. Либо они, богоборцы те, отрывают Украину, захватывают ее, вот эти демоны, которые там сидят. Кстати, там, в первом эшелоне, обратите внимание, ни одного украинца нет. За что он тут говорит? Видно же, да? Вот. Либо, либо все-таки Россия Украину возвращает. Но это совсем не агрессия, не аннексия. Просто у тех кризис-жанров у них других слов нет. Украину надо спасать. И эта битва будет непростая. Потому что враг силен. И Украину... Я верю, что Украину все равно Восток спасет. Свет приходит с Востока. Вот. А мрак уйдет на Запад. Туда дальше, дальше, дальше. Туда, в организирующую Европу. Не буду лекцию читать. Я приветствую всех. Партия от Великого Отечества. Хорошее название. Хороший смысл, я полагаю. Мелиферка это национальная партия. Вот это наша руна. Это сакральная руна в древнем тюркском алфавите. Это буква Ра. Ра это... Ну, Ра это Ра. Понятно. Солнце. Все русские слова, там где есть Ра, это значит Солнце есть. Это руна Ра, это Ярсу. Ярсу над земля. Это такой оберег наш. Поэтому, я надеюсь, с этого года, это год нулевой такой, вот, в этом году будут заложены те здоровые основы для взаимопонимания, прежде чего здесь. Понимаете, проблема в чем, я вам сразу скажу, искренне, да. Вот прошло там два месяца с копейками. И вот я свое говорю, например, у меня к Москве вопросов гораздо меньше, потому что проблема, проблема здесь, вот эта крымская элита, которая все эти годы только и делала, что приспосабливалась под конъюнктуру. Ну, естественно, что могло за это поколение, кто должен был отсеяться и кто остаться. Поэтому проблема сейчас, это вот в них. И то, что они делают за последние два месяца, я не буду сейчас перечим примеров, сами знаете. По-крупному, они уже не один раз подставили Россию, подставили ее в Крыму. Но крымский татарий народ спокойный, он не делает скоропалительных выводов. Мы знаем, что великое дело быстро не делается. Я думаю, мы здесь сначала разберемся. И у нас будет, когда мы будем вместе, нам легче будет достучаться до Белокаменной. И оттуда с нашей помощью лучше разглядят, кто есть, кто в Крыму и как в Крыму вести. Пока еще только идет нащупывание. Как в Крыму вести политику. И стратегия, стратегия это понятно, тактика. Поэтому я приветствую всех, мальчики, девочки, все вы героические. И давайте мы все дети одного Господа, Раббель Алемин, Господин Миров. Мы все его дети, он нас всех любит. Он нам говорит, идите ко мне, разные дороги ко мне. Он щедрый, он никого не приволит. Поэтому, если Господь, то, что Господь дал, ну мы уже тут не лезем. Потому что мы знаем, у нее все под контролем. Но это не значит, что мы должны расслабиться и самой с собой произойдет. Ничего подобного. Вера без дел мертва. Поэтому мы должны, чтобы наша вера жила, чтобы она усилялась, чтобы она охватывала все больше и больше количество умов. И чтобы она выкристаллизовывалась в то победное направление, которое приведет нас к вершинам. Вот первая вершина, вот она. Не последняя. Спасибо. 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 Спасибо.